В этом году метрополитен традиционно выпустил новогодние поезда на добрую половину линии метро. От банальных Кольцевой, Большой Кольцевой и Токаско-Сноплетенской до Захолустьев по типу Замоскворецкой линии. А вот отсюда поподробнее. Это начало было записано в 20-х числах декабря, когда многие надеялись на появление Москвы-2020 на Замоскворецкой линии в качестве новогоднего подарка. Сейчас же по сообщению инсайдера они выйдут 1 февраля. Спасибо метрополитену за испорченное начало видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этом году, как и в прошлом, кроме хедлайнеров Ежа и Москвы-2020, выпустили множество одинаковых Русичей и ОК, 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 поездов Русич и ОК. На них изображены елки, шары, ракета и мальчик, который тащит Деда Мороза куда-то. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На них данная краска смотрится превосходно и не уступает прошлогодней. Однако есть нюанс. Внутри Москва не обклеена, в отличие от других. Субтитры сделал DimaTorzok Это уже второй вариант без банта или венка на головных вагонах. Без них он выглядит очень печально. Как будто бы это очередной проходимец пророссийской недовики, а не главный новогодний поезд метро. Внутри он получился темным, но все еще светлее, чем первый вариант, когда специально наставляли только аварийное освещение и гирлянды. Салон украшает 80 еловых венков и более 1000 шаров, ни на одном из которых нет темольники метро и диптранса, хотя здесь им было бы самое место. Если вы не видели прошлый состав, то мысленно перекрасить его в красный, убрав елки, снегирей и прочих со стен. Хотя зачем представляете, когда... Вот он. Данный состав выходит в последний раз, так что успейте его поймать до 24 января. Только что поступила информация, по которой можно сделать вывод, что он уже больше никуда не поедет. У него проблемы с тормозами. Продолжение следует... Однако в следующем году может выйти более молодой ежик. Или они имели в виду не это. На предварительном прощании, как всегда, устроили балаган. Бедная планерная, каждый заезд новогоднего поезда все хуже и хуже. Можно было бы фонариком посветить, как это сейчас модно делать. За последние годы наше комьюнити куда-то пошло не туда. На старую кольцевую, помимо фиолетовых поездов, вышел очень особенный состав, созданный специальным комитетом бабушек и других любителей вязания. Снаружи он выглядит интересно. Напоминает новогоднюю Москву в 2021-2022 году. Морда выглядит плохо, как будто бы не доделана. Сверху понятно, почему нельзя доделать, но снизу что мешает. Внутри все печально. Я рассчитывал на продолжение дизайна, однако получил принц с узором. Его даже не везде наклеили. Межугодный переход получился ужасным. Над ним можно было бы хотя бы повесить пару елочных веток, чтобы прикрыть его. На окна нанесли снежинки с продолжением вязаной темы. Смотрите продолжение в следующей части. На поверхности земли можно встретить трамвайные аналоги поездов метро. Всего метрополитен запустил три трамвая, каждый из них не похож на другие. Не будем отходить далеко от вязаной тематики и посмотрим на вязанный витязь. На окнах тонны снежинок, а на левом борту снова написан наступивший год. Зеленые линии на лобовом стекле выглядят еще стройнее, чем недоделанная маска в метро. Внутри же это полная копия поезда метро. Он ходит по маршруту А до 27 января. Обновление. Новогодний транспорт ходит до 1 марта. По маршруту 7 ходит Ромей с нормально украшенным салоном. Внутри он не отличается от прошлогоднего красного, который в этом году стал синей. На С920, ныне 538-й, вышел вязанный электроробус. На мой взгляд, это самый удачный представитель вязаного семейства в этом году. Он оформлен в синих цветах. Электроробус свет. На белых панелях и перегородках внутри разместились пиктограммы атрибутов Нового года. Подарки, карамельные трости и снежинки. Звязанного только потолок между линиями освещения. Напоследок, дружно пожелаем московскому транспорту обратить внимание на протекающие станции и соблюдение за расписание на множестве маршрутов и наладить работу этих вот двух дорогих вещей. Увидимся в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok